Старец Порфирий Ковсакаливит Прижизненные и посмертные чудеса. По материалам сайта православия.ру История первая Как-то батюшка и его трое духовных чад притомились и решили поймать такси, чтобы доехать до монастыря. В этот момент вдали показалось такси. Три попутчика старца решили его остановить. Не беспокойтесь, сказал старец, такси само остановится. Но когда вы сядете в него, вы не должны разговаривать с таксистом, только я буду с ним говорить. Точно так и произошло. Такси остановилось, хотя они не поднимали рук, все сели в него, и старец сказал, куда им надо ехать. Когда таксист тронулся с места, то почти тут же начал обвинять духовенство во всех смертных грехах. Каждый раз, когда он выпаливал очередное обвинение, то обращался к сидевшим сзади духовным чадом старца со словами, «Не правда ли, ребята, что вы на это скажете?» Но они из послушания, сидели молча. Когда таксист понял, что ему не собираются отвечать, то он обратился к отцу Порфирию и спросил, «Что скажешь, папаша?» «То, что пишут в газетах, все правда, не так ли?» Старец ответил, «Сынок, я тебе расскажу короткую историю. Я расскажу ее только один раз, тебе не придется ее слушать дважды». Жил один человек, в одном месте, он назвал это место, у которого был престарелый сосед, который владел большим участком земли. Однажды ночью он убил соседа, и закопал его в землю. Затем, пользуясь подложными документами, он завладел землей соседа, и продал ее. И знаешь, что он купил на эти деньги? Он купил такси. Как только таксист услышал эту историю, он весь затряся. Затем свернул на обочину дороги и закричал. «Молчи, батюшка, только ты и я знаем об этом». «Бог тоже знает об этом», — ответил отец Порфирий. «Он сказал мне, чтобы я передал это тебе. Смотри, покайся, и исправь свою жизнь». История вторая Когда отец Порфирий отошел ко Господу, один из его духовных чад находился по работе в другом городе и не знал о смерти батюшки. По возвращении в Афина у мужчины возникли определенные семейные проблемы, и он, как всегда, решил позвонить отцу Порфирию посоветоваться. Он взял телефон, набрал номер и услышал на другом конце голос старца. Он поприветствовал старца, и спросил его благословения и стал излагать ему свои нужды. Старец выслушал его, дал ему ценный совет. Обрадованный духовный сын сказал, «Я скоро зайду к вам, как только освобожусь». На что отец Порфирий ответил, «Не звони мне опять, потому что я уже умер». История третья Моя жена серьезно заболела, у нее обнаружили рак. Врачи дали ей самое большое три месяца жизни. В то время мой сын заканчивал лицей. Как-то раз он нам сказал, что мальчики их класса, собираются посетить святую гору Афон. Мы дали ему согласие. Ребята уехали. Наш сын вернулся с Афона настолько радостным, счастливым и воодушевленным, что, пожалуй, мы его таким видели впервые. Он говорил, что там действительно ощутил близость Бога. Пребывал в такой радости, что даже забыл о том, что его мать смертельно больна. Наш сын нам поведал о встрече со старцем и о чуде, в которое было сложно поверить. О ее болезни он вспомнил, когда перед ними появился старец Порфирий. Прячась от солнца, ребята сидели под деревом. Они разговаривали и смеялись, когда внезапно увидели какого-то монаха, приближавшегося к ним. Моему сыну старец сказал, скажи своей маме, чтобы она не делала операцию. У нее нет рака. Вы что, ее знаете? Да, я ее знаю. Я всех вас знаю. Простите, а кто вы такой? Я старец Порфирий, сказал он, и удалился. На обратной дороге молодежь зашла в аптеку купить что-нибудь от последствий морской болезни, в пути корабль изрядно качала. Войдя в аптеку, они увидели изображение старца Порфирии и сказали. А вот старец Порфирий, которого мы видели на Афоне. Как только аптекарь услышала эту фразу, она на минуту потеряла дар речи. Простите, ребята, вы что, видели на Афоне этого старца? Да, точно его. Мы как раз с Афона возвращаемся. Я, конечно, вам верю, что вы его видели, однако, не удивляйтесь тому, что я сейчас вам скажу. Дело в том, что старец скончался пять лет назад. Дети были буквально шокированы, услышаны. Этого не может быть, — ответили они, — мы же с ним разговаривали. Кстати, мам, знаешь, что старец мне сказал? Он сказал, что ты ничем не болеешь и что операцию делать не надо. Действительно, было сделано обследование. На следующий день было готово заключение. Обследование показало, что она вообще не была больна. Врачи, сравнивая старые и новые анализы, сходили с ума, пытаясь выяснить, как такое возможно. Этого не может быть, возможно, мы перепутали анализы. Надо сделать повторное, — говорили они удивленное. Между тем пришел мой сын, увидев всю эту сцену, и врачей в замешательстве, — сказал мне. «Папа, почему же ты не веришь в то, что говорил старец Порфирий на Святой Горе?» Услышав это, к нему подбежал один из врачей. «Что ты сказал, старец Порфирий, что он говорил тебе?» Он сказал, что с моей мамой все в порядке, и что операцию делать не надо. Тогда врач достал из кармана фотографию старца. «Мальчик мой! Его, ты видел на Афоне, да?» «Да, точно его!» «Вот что, анализы правильные! Ваша жена здорова!» «Вы можете ехать домой прямо сегодня? Собирайтесь!» «Моей жене врачи давали самое большее три месяца жизни. Вот уже два года прошло, и с ней все в порядке. Она чувствует себя даже лучше, чем до того, когда у нее был обнаружен рак. Вот поэтому мы так полюбили старца Порфирия. Мы посещали его монастырь много раз. И когда у нас встречаются трудности, он нас поддерживает». 27 ноября 2013 года, Священный Синод Константинопольского Патриархата, принял решение о канонизации старца Порфирия. День памяти старца, 2 декабря. «Синод Константинопольского Патриархата» «Синод Константинопольского Патриарха» «Синод Константинопольского Патриарха»